Бисмилляху рахману рахиму, альхамду лилляху, ассалату ассаламу аля расуле лилляху, аля алихи и ассахбихи и ажмаин, амма баад. Касательно тех событий, которые даже можно так сказать сотрясли мир и которые произошли вчера, сегодня у нас суббота 16 марта 2019 года, что соответствует 9 числу месяца Раджаб 1440 года по хиджре. Вчера в пятничный день произошло действительно неожиданное ни для кого событие, более правильно его будет назвать великое преступление, которое не могло оставить равнодушным ни одного мусульманина. Более того, не могло оставить равнодушным ни одного человека, в сердце которого есть хоть доля какой-то человечности. А это то, что произошло в одном из небольших городов Новой Зеландии, Крайстер, вроде он называется этот город, точно не помню, правильное его название, то, что в одном из этих небольших городов в двух мечетях устроили расстрел мусульман в прямом смысле этого слова. То есть человек, как о нем сообщают, в христианском вероисповедании он был, также в нем проявлялись какие-то националистические призывы, будучи вооруженным, врывается в мечети и убивает около 50 человек, 50 мусульман. Около 40 человек увозят с ранениями в больницу. Это то, что произошло вчера. И хотелось бы сделать небольшие комментарии относительно этого события. Во-первых, мы говорим то, что было велено нам сказать, Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и все мы к Нему возвращаемся. Говорим, аль-хамду лилляхи, аля кулли халь. Восхваляем Всевышнего Аллаха, Субханаху Атали, что бы ни случилось, что бы ни произошло. И мы убеждены, что даже в таком происшествии, даже в таких печалящих каждого мусульманина событиях, заложена мудрость Господа всех творений. И мы надеемся, что Всевышний Аллах, Субханаху Атали, по своей мудрости, в этом порицаемом действии предписал как погибшим, так и мусульманам, в общем, много добра и блага. И действительно это так и есть. Тот, кто задумается, увидит это. Из них, во-первых, можно обратить внимание на такую вещь, то, что люди, которые подверглись расстрелу, если так можно сказать, они погибли в мечети, погибли в поклонении Всевышнему Аллаху, Субханаху Атали. Ведь сколько людей встречают свою смерть в каких-то недостойных местах или в наихудшем состоянии, будучи в алкогольном или каком-то наркотическом опьянении и так далее. Аллах же, Субханаху Атали, вот для этих людей выбрал наилучшее место. А это дома Всевышнего Аллаха, Субханаху Атали. Любимые места для Всевышнего Аллаха, в мечети. То есть они встретили свою смерть в мечети. Также из тех благ, которые следуют за этим событием, а это то, что вот эта новость, которая распространилась по всему миру, новость об этих людях, она дает им возможность того, что за них люди будут просить дуа. Мусульмане всего мира, в том числе и ученые, которые также не находятся в неведении о происшедшем, все они будут просить Всевышнего Аллаха и просят Всевышнего Аллаха, чтобы он помиловал их, простил этих людей, ввел их в райские сады. Поэтому задумайтесь, если бы смерть этих людей была бы иной, какой-то другой, то скорее всего об этом узнала бы какая-то небольшая группа людей из их близкого окружения, может быть числа родственников и все. Но так как они встретили свой аджель, срок им пришел именно вот таким образом, то это дало им такую великую возможность, что мусульмане всего мира будут просить дуа за них. И мы также просим Всевышнего Аллаха, чтобы он помиловал и простил этих людей. Также из мудрости в том, что предопределил Всевышний Аллах для его общины, это то, что многие из числа сбившихся мусульман, и не только мусульман, задумались над тем, что причина терроризма, экстремизма, это не ислам, не Кур'ан, не сунна пророка, потому что шииты, суфисты, им подобные люди обвиняют все время ахли сунна в том, что именно следование Кур'ану, следование сунни, или чтение двух достоверных сборников хадисов, аль-Бухари и муслим, именно вот это приводит людей к терроризму. Или же чтение книг Мухаммад ибн Абдель-Вахаба приводит к экстремизму и убийствам людей и так далее. То и мы скажем, хорошо, вот этот человек, он не исповедовал ислам, он придерживался совсем других религиозных взглядов, он не читал ни Кур'ан, ни Сахих-Бухари, ни Сахих-Муслим, ни Китаб-Таухид и так далее, но вместе с этим что? Вооружился, пришел в мечеть и начал расстреливать сотни невинных людей. Поэтому в произошедшем, в том, что случилось, явно проявляется для всех разумных и непристрастных людей то, что убийство, терроризм, экстремизм у этих понятий нет ни религии, ни нации. То, что просто есть больные люди, возможно, они больны душевно, возможно, они больны своей акыдой, своей неправильным пониманием религии, возможно, они просто больны на голову, но что есть больные люди, и никак это не связано с их религией, и никак это не связано с их нацией, такие люди есть как в Китае, так и в России, такие люди есть как среди мусульман, так и среди людей других конфессий, среди белых, среди темных. Именно в таких происшествиях разъясняется то, и люди начинают видеть то, что ал-ирхаб, то, что называют ал-ирхаб, терроризм, запугивание людей, нет у него религии, что религия не причастна к этому, и не причастна к этому какая-то конкретная нация и так далее. Вальхамду лилляхи раббил алямин. Также из тех уроков и поль, с которыми может излечь мусульманин, это уже в четвертых, то, что проявляется и раскрывается ненависть некоторых людей по отношению к мусульману. Аллах, Субханаху Ата'аля, в своей книге говорит, Вы ли те, которые любят их? Но ведь они не любят вас. И вы веруете полностью в Писание. И когда они встречают вас, говорят, мы уверовали, а когда остаются наедине, кусают свои пальцы от злобы. Скажи же, Мухаммад, да погибните вы со своей злобой. Ведь Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, знает то, что скрывается в сердцах, знает то, что скрывается внутри этих людей. И таково положение и состояние некоторых людей по отношению к мусульманам. Это скрытая вражда, скрытая ненависть, которая скрывается за улыбками и призывами толерантности, подобным вещам к равенству и так далее. На самом же деле, что? Вот как раз таки в таких ситуациях и проявляется их истинное лицо. Когда они уже не могут удержать свою злобу, когда они могут удержать свою ненависть. Это также мы можем проследить в том, что если подобные действия исходят от числа мусульман, которые испачкали свое вероубеждение или испачкали свое понимание религии какими-то потусторонними вещами, которые не имеют никакого отношения к религии, которые неправильно истолковали какие-то аяты или хадисы из религии и совершают подобные действия, они везде об этом оповещают. Они это говорят в каждой газете, пишут в каждом журнале, сообщают во всех новостях, везде в социальных сетях и так далее. И подчеркивают, что это сделали мусульмане, это исходит от мусульман, это совершил человек, который придерживается религии, ислама и так далее. Когда же нечто подобное или даже больше этого и хуже этого исходит от них, то об этом умалчивается. Никто об этом не говорит. Никто не говорит, что это совершил человек, придерживающийся такой-то конфессии, человек такой-то национальности. В этом проявляется двуличие этих людей. В-пятых, то, что можно подчеркнуть, то, что в подобных событиях также раскрывается лицемерие некоторых мусульман. Опять же, если подобные действия исходят от кого-то из числа мусульман, они начинают говорить, вот, они совершили то-то и то-то. Люди, обучавшиеся там-то или читающие такие-то книги, совершили то-то и то-то. Однако, если это исходит от неверующих, они же, будучи мусульманами, тоже не молчат, ничего об этом не говорят. В этом проявляется их двуличие лицемерия. Валлаху аль-Маста'ан. Также из того, о чем говорят наши ученые, это то, что в подобных событиях, не конкретно в этом, а в подобных этому событиях, также проявляется то, что среди подобных террористов, экстремистов, которые надели на себя маску ислама и незаметно проликли в среду мусульман, в группу мусульман, есть суть неверующие люди. Это уже доказано, так как некоторые мусульмане, которые, если так можно сказать, клюнули на их призыв, попали на их крючок и повелись за тем, к чему они призывали, находясь среди них, говорили то, что среди них есть такие люди, которые намазы не совершают, не молятся, среди них есть христиане, среди них есть те, кто работает в федеральных службах запада и так далее. То есть это то, что доказано, для чего они все это делают, чтобы испортить отношения между мусульманами, чтобы подстрекать людей против мусульман и чтобы все это было за маской ислама, как будто бы вот это все делают мусульмане, это от них все исходит, они такие плохие и так далее. Следующее, то, что также можно отметить из тех благ, которые следуют за подобными происшествиями, это то, что среди людей есть те, которые колеблются, которые что-то слышали о религии ислам, что-то читали, из религиозных книг, посвященных этой тематике, но в то же время они видят то, как преподносят им религию средства массовой информации, то, как в каком свете предоставляют мусульман неверующие люди. И они находятся между выбором, принять ислам, или же действительно это такая плохая, ужасная и страшная религия и колеблются. И когда происходит нечто подобное, они видят то, что в действительности не мусульмане призывают к этому, что ни Куран, ни Сунна к этому не призывает, а это все то, что просто те, кто опять же таит в себе злобу к мусульманам, нагнетают вот эту атмосферу. И когда люди это понимают, когда люди это видят, они наоборот начинают склоняться к исламу и принимают ислам. Это не странно. И мы просим Всевышнего Аллаха, что если есть такие люди, которые по причине вот этих событий и происшествий приняли ислам и уверовали в единого Всевышнего Аллаха, чтобы он записал это в чаше хороших весов погибших людей. Как бы ни было, каждый человек встретит смерть. Аллах Субханаху Атали в Коране говорит Куллю нафсин за икатуль маут Каждая душа вкусит смерть. Аллах Субханаху Атали, обращаясь к своему пророку Мухаммаду саляллаху алейхи салям, говорит Вояснуты смертенны и они смертны. Все умрут. Однако эти люди действительно встретили достойную смерть. Как уже упоминалось, они встретили в доме Всевышнего Аллаха Субханаху Атали, в поклонении Всевышнему Аллаху Субханаху Атали, в прекрасный пятничный день. Как сказал пророк Салиллаху алейхи салям, тот, кто встретит смерть в ночь на пятницу или же в пятничный день, то Аллах Субханаху Атали такого защитит от испытаний могилы. То есть действительно даже в таком страшном и неприятном ни для кого событие содержится мудрость. И в этом есть благо и какое-то добро из того, что мы уже перечислили. И также хотелось бы сказать, отвечая некоторым группам людей, которые спрашивают и говорят, почему ваши призывающие, ваши лекторы не говорят о случившемся? Почему они хотят утаить это событие и говорят только о единобожии, о единобожии, следовании Сунни, а когда с мусульманами что-то случается, они молчат. Или говорят, как страусы засунули голову в песок и так далее. И там подобные выражения. Насалиллаху аль афаву аль афи. Во-первых, мы спросим этих людей, когда им было об этом сказать? Если происшествие произошло вчера, то сегодня, допустим, у нас состоялась первая встреча с братьями. Когда должны были эти люди успеть сказать об этом? В отличие от вас, они не говорят о событиях или о происшествиях раньше того времени, пока они наступят. Это вы любите придумывать что-то, измышлять, приукрашать, для того, чтобы, если так можно сказать, пропиарить свою группу, пропиарить свое течение, показать, что только вы беспокоитесь о мусульманах, а все ваше беспокойство ограничивается на том, чтобы сфотографироваться с плакатом, что мы за мусульман газы, мы за мусульман таких-то, таких-то, и все, насульман алейфу ассаляма. Во-вторых, мы скажем в защиту наших братьев, призывающих, то, что они в своих лекциях, в своих уроках заранее закладывают основы относительно этих вопросов, как себя вести в подобных ситуациях, как быть, когда наступает нечто подобное или происходит что-то подобное. И этого уже достаточно, чтобы не конкретизировать какой-то частный случай. Нет, аль-хамду лилля, они об этом разъяснили на своих уроках, и те, кто их слушает, они знают, как себя правильно вести. Но все же, даже если взять вот этот частный случай, допустим, то, что произошло, они об этом говорят. Но они не говорят об этом всякую отсебятину. Они говорят словами ученых. Известно, даже уже вчера были переведены слова шейхайсана, были переведены слова шейх Абдульмухсин Аль-Аббада, Аллах Ахвазгума, что шейх Абдульмухсин Аль-Аббад сказал, вы можете распространять эту весть, но не распространяйте то видео, которое было заснято с места преступления и так далее. Наши братья, Аль-Хамдулиля, говорят об этом, но говорят словами ученых, в отличие от крикунов, представителей разных течений, сект, которые призывают людей к абсолютно бесполезным вещам. Говорят, давайте каждый из нас на статусе поставит на черном фоне значок «Скорбим» за мусульман Новой Зеландии. Ну и что, и кому ты тем самым поможешь. Поставит у себя статусе в Инстаграме или ВКонтакте или еще где-то значок «Скорбим», потом закажет пиццу и будет сидеть смотреть сериал по телевизору. Тем самым будет скорбить. Нет, Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Ля юммина ахадукум хатта юхиббали ахихима юхиббали на всех не уверуют, никто из вас до тех пор, пока не пожелает себе того же, чего желает своему брату». Представь, что ты оказался в такой ситуации. Представь, что ты оказался один из них. Как бы ты хотел, чтобы за тебя мусульмане просили дуа? Вот точно так же веди себя и ты. Встань в последнюю треть ночи, возьми омовение и проси дуа за своих братьев и сестер погибших в этом происшествии. А не ограничивайся тем, что ты поставишь значок «Скорбим», однако сердце далеко твое будет от скорби. Насаллиллаху алейхи ва саляма. Поэтому я надеюсь, что вот этими краткими словами своими я избавлю наших братьев призывающих от тех нападок, во-первых, которые на них может быть даже обрушились, почему вы молчите, почему ваш брат Ринат, Динар, Арсен, Руслан, Ильшак, почему они молчат, ничего не говорят. Нет, альхамдулиллах. Если кто-то из нашей общины выскажется и передаст слова ученых, и даже то, что я сейчас говорю, это не то, что я сам выдумал и сам сидел и сочинял. Это то, что мы услышали от наших шейхов, то, о чем высказывались наши ученые. Я просто передал то, запомнил из этих слов и то, что я перевел из этих слов. Я надеюсь, этого будет достаточно как защиту наших братьев и как то, чтобы дало мусульманам знать, как правильно вести себя в этой ситуации и каков должен быть подход и чтобы они знали, что все, что происходит, происходит по предопределению Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, как он об этом сказал, «Инна кулля шей ин халяканаху бикадар» «Воясню каждую вещь мы сотворили по предопределению», как это об этом сказал Мухаммад Саляллаху алейху ассалям, сказав, «Куллю шей ин бикадар хатталь аджзу аль кайс» «Все, что происходит в этом мироздании, все, что происходит в этом бытие, это происходит по предопределению Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, и то, что произошло, не лишено мудрости Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, в этом также содержится благо и польза для мусульман. Я прошу Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, Господа Великого Трона посредством его прекрасных имен, высочайших атрибутов, чтобы он помиловал наших братьев и сестер, чтобы он простил им, чтобы ввел их в райские сады». Ва саляллаху аля мухаммадин аля алихи и ассахбихи и аджмаин.